Уполномоченного по правам ребенка переизбрали на второй срок и упростили процедуру оформления документов для получения материнского капитала. Эти и другие вопросы депутаты законодательного собрания рассмотрели на прошедшем апрельском заседании. Подробности в сюжете. Заседание областного парламента открыла председатель счетной палаты Ирина Тулякова. Она выступила перед депутатами с отчетом о деятельности контрольного органа за прошлый год. Ирина Тулякова отметила, что ЗАГС собрания со счетной палатой работает довольно тесно. При ЗАГС даже действует специальная комиссия, которая контролирует то, как органы местного самоуправления исполняют предписания аудиторов. Уже состоялось несколько депутатских рейдов по территориям-нарушителям. Так, например, на мартовском заседании ЗАГС Владимир Киселев обратился к аудиторам провести проверку в Ковровском районе. В итоге был выявлен весь спектр финансовых нарушений. Не надлежащие исполнение полномочий, а также противоправные действия отдельных должностных лиц, по которым правоохранительными возбуждено уголовное дело. Депутаты законодательного собрания и лично губернатор вопрос реализации наших предложений и устранения нарушений держат на личном контроле. Дали рекомендации руководителям органов местного самоуправления, главе Ковровского района, проявлять больше активности в работе с органами внутренних дел, потому что на сегодняшний день по тому отчету мы видим, что и пассивно ведет себя администрация района, потому что администрация района могла бы в гражданском порядке подать заявление по возмещению того ущерба, который был нанесен бывшими работниками физкультурно-здравительного комплекса в муниципальном бюджете. Также законодатели рассмотрели кандидатуру Геннадия Прохорычева, уполномоченного по правам ребенка в регионе. Областная администрация и профильный комитет ЗС рекомендовали его кандидатуру на новый срок полномочий. Депутаты единогласно поддержали. Бюджет области вновь корректируется. На этот раз за счет федерального транша удалось увеличить суммы на экологическое восстановление водоемов и капитальный ремонт гидротехнических сооружений области, а также на поддержку животноводства. Пополнился и бюджет территориального фонда ОМС. Это связано с выступлением дополнительных денежных средств из федерального бюджета для того, чтобы выплачивать по одному миллиону рублей тем нашим медицинским работникам, врачам, которые пребывают на работу в сельскую местность в возрасте до 50 лет. Также депутаты упростили процедуру получения областного материнского капитала. Теперь родителям не нужно заполнять лишнюю документацию. И после достижения ребенком полутора лет можно сразу приходить в органы социальной защиты населения и получать эти денежные средства. Сейчас необходимо для их получения приходить трижды. Вот нужно будет за один раз все получить, то есть и количество бумаги мы сэкономили, и самое главное время наших граждан. Кроме того, Владимир Киселев дал поручение комитетам ЗАГС собрания промониторить ситуацию по другим принятым законам, чтобы по максимуму, где это возможно, сократить бюрократические проволочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...